Так ты устройся поудобнее и закрой плотнее дверь И как обычно на премьере по воскресным по утрам А передача в мире Дэнди прямо в дом приходит к вам А ты послушный по бауха и смотри во все глаза А ты узнаешь очень много меньше, чем за полчаса А нам в создании передачи помогает магазин Он называется Дом Дэнди В нашем мире он оденит В мире Дэнди Входит все, когда речь заходит о жизни По мере прохождения вы увидите огромное количество анимационных вставок, которые, кстати, сделаны на движке самой игры. Смотрятся они очень даже неплохо и понемногу уводятся с курс дела. Между прочим, если вы думаете, что пройдя уровень, нужно смело про него забыть, то глубоко ошибаетесь. Ведь можно, я бы даже сказал нужно, повторно пройти этап, чтобы забрать все предметы и получить наилучший ранг. В общем, что ни говори, игрушка получилась стоящая. Великолепная анимация музыка, множество разнообразных уровней противников и боссов, ну и конечно же, этот прикольный Джеки Чан, вышедший прогуляться на тропу войны. С кликом кия и ударом ноги... Да, на самом деле девушки бывают разные. И не только черные, белые, красные, но еще стройные, красивые, высокие, низкие, реальные и виртуальные. Кстати, о последних сейчас и пойдет речь. И вы познакомитесь с десятью самыми симпатичными девушками, обитающими на Sony PlayStation. Досложите свои записные книжки с телефончиками, ничего у вас не получится! Ну что, начнем перечислять наших любимых, неписанных компьютерных красавиц. И на десятом месте у нас находится девушка-муладка. А если сказать точнее, рекрут-новичок Дарси. Бедняжка. Как же ей все-таки нелегко одной денюшенькой превозвратить волну преступности, которая захватила ее город. А на девятом месте в нашем хит-параде находится девушка-красавица. И как это не покажется странным, с доисторическими манерами. Ну, конечно же, вы все ее узнали. Это девчинка с большой русой косой Ксена. Или Зена. А может быть Зина? Хотя какая разница? Ведь в ее честь даже был снят сериал с одноименным названием. Я зайду к нему на минутку. Девушка с узкими раскосыми глазами Лиан Ксин заняла восьмую строчку хит-парада. Единственная причина, по которой мы ее поставили на это место, так это большой и кропотливый труд, который она продемонстрировала нам в обеих частях сайфон-фильтра. Особенно запомнилась ее неутомимая помощь главному герою. На седьмой позиции разместилась армейская девчонка. А именно спецназовец. Да еще с оригинальным именем Регина. Но зачем программисты с Капком так издеваются над слабым полом? Ведь на самом деле у Капком не так нулый игр, где мы играем какими-нибудь там супер накачанным мужиком. Но ничего, по-моему, во второй части Дайна Крайзис они это должны исправить. Шестое место принадлежит тоже очень симпатичной компьютерной героине. Но с очень опасной и рискованной профессией. Наемник. Но ничего страшного. Программисты из Эйдос создали на помощь Ханни еще одного наемника. Но это уже парень по кличке Глаз. Который, конечно же, поможет ей по ходу игры. Если мы поймаем эту малышку... А вот еще одна компьютерная героиня, созданная компанией Капком. Это звезда первого и третьего резидента Джилл Валентайн. Конечно, по сравнению с Региной из Дайна Крайзиса, ей намного легче. Ведь Джилл прошла неплохую закалку в первом резиденте, слегка отдохнула во второй части и со свежими силами ринулась уничтожать монстров в третью часть. А четвертое место мы решили отдать симпотной девчонке с далекой Греции, которую зовут Софитея Александр. И вы не думайте, что эту белокурую красавицу очень легко победить. Ведь у нее есть щит и меч. А внешность, как вы знаете, обманчива. Третью ступеньку пьедестала почета занимает одна из самых красивых героинь, которые имеются в снаряжении у Сквайреса. И мне кажется, что успех игре «Паразит Ив» принесла именно Ая Брея. А вы представляете, на ее месте какого-нибудь неуклюжего мужичка? Лично я нет. И я думаю, популярность, хотя и небольшую, приносит именно главный герой игры. Вторую строчку занимают на удивление сразу две героини. Одна из них — Нина, ирландская наемная убийца, а другая — Анна, ее сестра. Они очень похожи друг на друга, но часто ссорятся. И я думаю, что за серебряную медальку нашего хит-парада они не разругаются. И первое место. Самая популярная компьютерная героиня всех времен и народов. И я на сто процентов уверен, что даже не стоит объяснять, почему путешественница Лара Крофт заняла первое место нашего хит-парада. Только в магазине «Роллспорт» настоящие спортивные очки «Ювекс». Фирменный дизайн и безупречное качество. Очки «Ювекс» полностью защищают глаза от ультрафиолета. Не бьются и не царапаются, абсолютно антистатичны. А некоторые модели способны превратить пасмурный день в солнечный. Очки «Ювекс» не искажают реальности, они делают реальность лучше. Фирменные очки «Ювекс» в магазине «Роллспорт». А теперь традиционная рубрика «Хелп» с новыми секретами для вашей приставочки Sony PlayStation. Приготовьтесь записывать секреты для игр «Джеки Чан» и «Спайра 2». Джеки Чан. Секреты для геймшарка. Бессмертие. 801-28-FB-400-C-8. А теперь секреты для дракончика «Спайра». Все секреты вводятся в режиме паузы. Большая голова. Четыре раза вверх. Четыре раза «Р1» — ноль. Двухмерный «Спайра». Влево-вправо. Влево-вправо. Л2-Р2. Л2-Р2. Квадрат. Все способности для «Спайра». Четыре раза «Ноль» — квадрат. А если же вы хотите раскрасить «Спайра» во все цвета, то нажмите «Вверх-вправо-вниз-влево-вверх» — квадрат. «Р1-Р2» — «Л1-Л2». Вверх-вправо-вниз-вправо-вверх. А затем нажимая или «Х», или «Вниз», «Треугольник», «Квадрат-0» или «Два раза вверх» раскрашивайте его по своему усмотрению. Ну вот и все. Как все? Нет, это еще не конец. Это только начало. Начало — целая неделя ожидания до следующего выпуска передачи «Мир Дэнди». Ну, я думаю, вы найдете чем заняться. Лето как-никак. В конце концов, не мне вам указывать, что делать. Главное, включите свои телевизоры в следующее воскресенье на телеканал «Премьер». До скорой встречи.